приехали сегодня на кузнецкую крепость наша достопримечательность ей уже больше сколько 400 лет до 400 с чем-то лет сейчас узнаем 405 405 лет со дня до основания кузнецкая крепость первая была основана крепость и вот то вообще наш город является городом звездой он расположен как звезда ремезов посвятил ей всю свою жизнь и создал уникальные свидетельства нашли исторических мест земель Сибири поэтому карта ремезов это удивительное сокровище на ней я нашла где находится моя дача вот она замечательная крепость крепость кузнецкая основанная 400 лет тому назад здесь существовало поселение поселение шорцев которые защищали свои угодья и служилые солдаты которые отбирали них дань и вместе с данью собирали жен собирали женщин пушнину защищали свои территории именно эти места героически вошли небольшое эпическое произведение анна антре книга снов пробуждения в этой книге рассказывается о той удивительной жизни в которой находились герои тех времен давно забытых памяти которых хранится во всех этих маленьких деталях музея кузнецкой крепости на такой лодке плавали герои моей книги пробуждения анаста камрад это были древние первые лодки на которых плавали шорцы местное поселение которые занимались охотой рыболовством и кузнечным делом далее мы видим в этом музее удивительные артефакты которые сохранились до наших дней именно благодаря тому что это место было достаточно древним историческим и мы видим что города солнце первое поселение план города кузнецка это все-таки древнее образование более 400 лет существовал это место люди пользовались и кузнечным делом и орудиями для защиты своих поселений то есть были пушки существовали вот такие вот уже разные орудия интересно мне знать вот якобы был такой неразвитое общество но тем не менее существовали уже такие вот удивительные артефакты на кузнецкой крепости также находилась у нас что-то типа госпиталя госпиталь где производились различные процедуры по спасению исцелению врачебным делам местного какого-то населения и служилых людей послужил и люди у нас здесь делились на постоянный состав войск а также на инвалидов инвалиды оказались назывались те люди которые были 20-30 лет от служились мы с инвалидами то есть их так называли инвалиды но они были вполне дееспособны чем могли служить также была тюрьма ну и вот эти уникальные предметы быта это такие старинные тарелочки с изображением чего-то типа петербурга ключи монеты пряжки то есть ложки монеты очень древние вот здесь я вот нашла копейка серебром 1841 года две копейки серебром мы видим это конечно тоже достаточно большие раритеты и вот всякие всякого рода выкованные предметы на самом деле либо торговались продавались либо они привозились нам из мест которые представляли собой другие уже области города здесь мы видим тарелочки остатки различных тоже артефактов кружки вазы значит молитвенные книги когда люди читали молитвы на старославянском языке крест вот такой подобный у меня есть личный крест на даче у папы в деревне то есть вот эти вот все старинные иконы тоже такие есть личные иконы ну и вот после поездки в это замечательное место на крепость мы оказываемся в деревне осман волость кузидеева которая была указана на карте ремезово это волость кузидеева была расположена на реке кондами и мы попадаем в уникальное тоже достаточно древнее место эта деревенька значилась на карту 1830-х годов то есть уже тогда здесь было местное население а значит эта деревня является хранителем некоторой память в моем ящике в бывшем сундуке высокой грядки прошли тыквы в большом количестве надо их отсюда пересаживать три дня лил дождь и наконец сегодня тепло хорошо и уже жизнь человека подобно блужданию в лесу всю свою жизнь мы ищем какие-то возможности какие-то ресурсы мы пытаемся понять для чего мы будем мы пытаемся пробудиться от сна но иногда происходит какое-то важное событие и мы вдруг просыпаемся мы начинаем понимать кто мы и откуда зачем мы в этом мире какой мы можем внести в него вклад мы начинаем чувствовать себя живыми и настоящими сквозь нас проходят энергии след и мы становимся собой теми кто мы есть на самом деле это осознание дает удивительное расширение в tentang Os Cannon мы начинаемkins нам мы там Новые подарки мне дали, вот эта вот замечательная тарелочка Мои тети Лиды, здесь у меня будут лежать разные фруктики и овощи Чудесная тарелочка, это одно из новых, конечно вот это еще чудесная фондюшница Это подарок от Петен Сергеевны Шинкаренко, спасибо ей большое Она полностью чугунная, можно в ней делать замечательные фондюшки Попробуем, когда гости будут приезжать, они будут вот так вот растапливать там сырок или шоколад, фрукты Макать в этот шоколадный соус такой и можно будет отдыхать И она очень подходит к моему комодику Вид со второго этажа Здесь такой большой амбар, который нужно достраивать Лежит очень древний артефакт Хочу вам его показать Старинная прялка Которая полностью, так полагаю, функционирует Здесь у нее есть все вот эти вот причиндалы Надо ручной работы Вот эти валики Все нужно достать, восстановить Поставить ее Будет музейный экспонат Возможно, я его сделаю музеем Музея Русской деревни В своем проекте Очень интересно Вот это все Даже ниточки еще сохранились с тех времен Как кто-то прял 50 или 60 уже лет тому назад Если не больше Возможно, эта прялка принадлежала Самой матери Хозяйке этого дома Почтальона Потому что она Вот такая старинная Старинная прялочка Очень старинная Здесь лежат какие-то книжки Газеты Еще это все Вот Сокрытое сокровище Сокрытое сокровище Возможно, это Незабываемая любовь Послание С 2009 года Это христианская газета В общем, вот такие Вот тут интересные Хранятся вещи Вон старинный Граммофон Еще вот такой Интересный артефакт Старинный Наверное, какой-то Граммофончик Или что такое Какой-то Бигур Туртком В материалах Нужно отлично Обложить Деревья Чтоб там Ясла трава И камушки положить Как я сейчас сделала Таким образом Чтоб не косить Поконитесь. Продолжение следует... Огонь вечен. Он существует миллионы лет. Мы дети сокровенного огня. Огня, горящего внутри земли. Мы рождены землей и водой. Но ранее всего мы дети неба. Песня тюльпанов. А сегодня героиней нашего замечательного ролика является сирень. Сирень – это шедеврально. Сирень – это шедеврально. Сирень – это шедеврально. Ого – это шедеврально. Дори, а Дори? Дори. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Так и эта карта, где указана моя Кузидеевская дача, и я в своей даче, и мои проекты, и фотосессии, и съемки. Все это часть моей жизни писательницы Анны Антре. И вот сейчас я нахожусь на пороге удивительных событий в моей жизни, когда я выиграла свой еще один грант, скоро поеду в свое путешествие в Петербург, все только начинается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!